Нас не догонит Россия обеспечила себе победу в итоговом зачете универсиады спорт РИА Новости 8 марта 2019 года Универсиада в Красноярске нас не догонит Россия обеспечила себе победу в итоговом зачете универсиады 21.31 РИА Новости Александр Крижев, Максим Ковтун РИА Новости, Александр Крижев Красноярск, 8 мар РИА Новости, Анатолий Самохвалов Очередной день Зимней Универсиады 2019 в Красноярске принес России 7 медалей Таким образом хозяева гарантировали победу в общем зачете В пятницу на 29 Всемирной Зимней Универсиаде в Красноярске сборная России завоевала 7 медалей В том числе 4 золотых и 3 серебряных На данный момент в копилке россиян 78 наград 27 золотых, 29 серебряных, 22 бронзовых На втором месте Южная Корея, 6-3-4 На третьем Швейцария, 2-2-3 Лыжники вновь на высоте Российские лыжники Александр Терентьев и Христина Мацекина завоевали золото в смешанном командном спринте классическим стилем Показав время 22 минут 11,37 секунды Вторыми стали другие представители российской команды Андрей Сабакарев и Полина Некрасова Отставание 10,65 секунды Третье место заняли Финна Иоанна Саркинин и Катриль Улимперя Плюс 17,89 Очень хотелось, чтобы две наши команды попали на пьедестал Парни сработали хорошо И я очень благодарна Саше Терентьеву своему напарнику по команде Он пришел первым, и я с самого старта решила на все деньги пойти, а там как будет Очень рада, что мне хватило этого за дело, сказала Мацекина Российский сноубордист Никита Автанеев завоевал золото в дисциплине хоп-пайп Серебро у корейца Лиджон Квона Третье место занял Финна Ксельтелен Соотечественник Автанеева горнолыжник Иван Кузнецов занял первое место в гигантском слаломе Показав по итогам двух попыток время 1 минуту 55,51 секунды Вторым стал итальянец Альберто Блейнджини Отставание 0,52 секунды Третьим швейцарец Левиа Симони Плюс 0,70 18.42 Автанеев завоевал золото в хоп-пайпе на универсиаде Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Швеции со счетом 7 к 5 в групповом этапе турнира и пробилась в полуфинал Таким образом россиянки одержали 7 побед в 9 матчах Соперником сборной России по полуфинальному матчу станет победитель матча между сборными Южной Кореи и Китая В мужском керлинге россияне уступили сначала команде Великобритании в утренней сессии со счетом 6 к 8 а вечером сборной Южной Кореи 7 к 9 и не пробились в плей-офф Серебро в женском бенде Мужская сборная России по бенде победила команду Швеции со счетом 7 к 2 в заключительном матче групповой стадии с первого места вышла в полуфинал Хет-риком в составе победителей отметился Сергей Ганн В плей-офф россиян сыграют со сборной Финляндии Женская сборная России по хоккею с мячом стала серебряным призером универсиады уступив в финале команде Швеции со счетом 3 к 5 Женская сборная России по хоккею с шайбой одержала победу над командой Канады со счетом 4 к 2 заняла первое место в группе в полуфинале сыграет со сборной США 17 к 1 Женская сборная России по бенде завоевала серебро на универсиаде Доминирование в танцах на льду В танцах на льду победу одержали россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов набравшие по итогам обеих программ 183,01 балла Второе место у их соотечественников Софии Евдокимовой и Егора Базина 181,33 Третье у французов Аделина Голивева и Луи Тарана 177,23 Еще один российский дуэт Анастасия Шпилева и Григорий Смирнов занял пятое место 166,82 В фигурном катании состоялась короткая программа у синхронистов Российская команда Татарстан набрала 82,23 балла и занимает промежуточное второе место Уступая лишь финской Team Unique 85,49 На третьей строчке располагается другая финская команда Marigold Ice Unity 81,50 Российская Dream Team 39,23 Стала четвертой В женском одиночном катании лидерство после короткой программы захватила японка Майя Михара Набравшая 75,92 балла Второй идет россиянка Станислава Константинова 70,25 Довольно прокатом Легко получились все прыжки Держала себя не в напряжении Но не давала себе расслабиться до конца программы Сказала Константинова Была пара помарок на вращении Но рада, что в целом прокат получился хорошим 19,33 Боль биотины Победа россиян на универсиаде в танцах на льду на фоне травмы Третье промежуточное место занимает японка Хина Такина 67,69 Другая россиянка Мария Сотского 58,43 Идет седьмой